Привет, мои дорогие друзья, выжившие в Еленовке азовцы. Я задаю обычно такие вопросы в своем частном канале, там проводится голосование, ну как, показывать это видео, интересно это видео или нет? Лично мне, да, интересно, потому что, ну, много говорят о расследовании, то, сё, пятое, десятое, там кого-то не пускали туда, кого-то там не пускали, там вы знаете версии украинских СМИ, вы знаете версию украинской власти, вы знаете версию российских властей и так далее. В общем, мне кажется, что это очень интересно, интересно собрать цельную картину из того, что там на самом деле произошло. Но мне в этом видео показалось интересным и нечто иное, то, что я вынес в название этого видео. Знаете, не хайповое такое название, но тем не менее. В этот раз я провел такое голосование в своем основном телеграм-канале, все люди говорят, да, давай. Вот посмотрите, может быть, вы тоже увидите то, что увидел я. Кое-что, что намного важнее, даже может быть расследование там и всего остального. Пишите свои комментарии, всегда рад почитать. Пока. Зовут Саша, позвуной Шруп. Помню, зашел с душа, хотел ложиться спать. Солез на второй ярус. Прилетел первый прилет или выставил, не знаю. Первый взрыв был такой слабенький. И второй уже такой хороший взрыв. Начал спрыгивать, искать обувь. Понял, что рука не рабочая, нога тоже. Нашел обувь. Начал залазить на второй ярус, упала крыша. И начал перепрыгивать по вторым ярусам. И все, выбежал на улицу. И дальше начали мотать руки, ноги со своими медиками. В принципе, все. Вообще, без понятия, первый раз не слышал раньше таких. Я не знаю, честно. Не так много служу. Таких именно взрывов я не слышал. Осколок, ничего, зашили рану, потому что сильно его оточило изначально. Сейчас вот нашли осколок, начали его чуть подрезать и достали вчера. С ногой тоже, на вылет, по-моему, если не ошибаюсь. Дырки, перелом и разорвало чуть листь. Осколок достали еще в первый день. Так потихоньку уже заживает. Не, обращаются хорошо. Я не жалуюсь. Помещник гранатоматников. Я недавно только пришел. В 21 году подписал контракт. Родом с Полограда. Родился в Харксовской области. Передаю привет родным. Все хорошо. Страйк. Просто понравился. Нет, это с английского перевода удар. Да ничего не значит. Просто мне понравилась картинка. И я набился. Просто красиво. Я помню, что у нас вечер. Мы покушали все. Зашли в помещение. Как бы уже все. Выключили свет. Ложимся спать. Но я как раз таки прилег. Я не слышал там ничего. Только я проснулся от того, что сильный хлопок. Такое ощущение, как будто приложили доску. Из-за всего удара. Как будто молотком ударили по голове. Я слетел с кровати. Со второго яруса. Упал. Понимаю, что у меня слезли. 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 Я не могу понять, что случилось. Я начал смотреть по сторонам. Все возгорело. Ну там стекловато. Все остальное горело. Ну я сразу же увидел. Ну критик. Я начал побегать. Я спал в крайнем углу. Посередине. Получается, что мне только задело ногу и руку. Ну и голову тут. Ну я выбежал. Понимаю, что у меня сильное кровотечение. И я себе снял штаны си. Перетянул себе ногу. Становить кровотечение. Более-менее остановилось. Я понял, что там есть парни. Я хотел назад возвращаться. Там такой пожар, что я дверной проем. Огонь уже не выпускал. Да, я не скажу, что плохо. Он хорошо привязывает. Питание тут. Естественно, тут больница хорошее. Ну, поскольку книжка занята. И разговоры у меня за собой. С Тивен что-то рассказывает. Книжки три. Ну, немного похудел. Но особо плотный никогда я не был. Таня. Все хорошо. Обычная еда. Супы. Каша. Не по-петровски. Приду и привет. Маме. Проснулся от взрыва. Адгар загорелся. Меня ранило. Я вышел. Все. В середине зала. Ну, знаю, что вот те ребята, которых я видел, те выжили. А все остальные... Не знаю. Жалоб или еще чего-то нет. Отношения хорошие, человеческие. Я буду говорить правду. Меня... За мной ухаживают, меня лечат. Я что здесь буду говорить, и там я тоже буду то же самое говорить. Да, были там некоторые комментарии по поводу, там, я не знаю, того, кто я есть, не зная, кто я есть. Но это не влияет на то, что ко мне люди по-людски относятся, и там даже персонал за свой счет немного нас подкармливает. Там как каким-нибудь яблочками надо. То есть это показатель человечности. Ну, один еще в ноге остался. Металлический, я ничего не скажу. Это, я не знаю, это поражающе или это просто, там, крыша, сэндвич, металлический профиль, и между ним стекловата. То есть там могло быть что угодно. И металла в самом помещении было очень много. То есть я не имею ни малейшего понятия, что это было. Ну, просто куски железа. Ну, пальцы перебило сквозное, ягодицы мелкие по телу осколки. Голова. Я как раз тоже спал, проснулся от того, что почувствовал взрыв и понял, что меня ранило. Я смог скатиться с кровати и пополз к выходу. Ну, были искры и начало гореть пламя уже. Что-то загорелось. Я помню очень сильно. Ну, помню смутно, потому что писк в ушах, головокружение, дезориентация. Я просто сориентировался, куда надо ползти и я пополз. Привет моим родным, кто увидит. Все. Нормально. Лучше, чем было. Лечат, заботятся. Это было ночью, мы все спали. Там определить было очень все трудно. Практически нереально. Просто прилетело и все. Сильно. Разные татуировки. Нет, свастики нет. Ну, как сказать. Что такое свастика, да? Ее там, допустим, Германия превратила, точнее, там, некоторые особые ее символ фашизма и нацизма. А на самом деле это индийский знак солнца. Ну, символ солнца. Позабыл о вере православной, потому что, ну, в общем, это долго тоже рассказывать. Но там, скажем так, в некоторые чудеса поверил. Вспышка яркого света, затем темнота, пожар. Опыт. Я не артиллерист, но могу сказать, что это крупное и осколочно-фугасное. Это точно. Ну, там, знаете, как сказать. Я не буду утверждать, что это там кто-то кого-то отстрелял. Потому что это надо вести очень скрупулезное расследование. Вот. При присутствии, наверное, каких-то третьих лиц. Те на тех, а те на тех не. По ощущениям, учитывая, что в бараке было сто девяносто пять человек где-то, вот. Что очень много раненых в разных местах. Вот. На первых ярусах парни, которые их спали, они больше всего получили ранение, нежели кто. Ну, на втором ярусе. Если не считать, вот, очах взрыва. То есть, вот, просто я подозреваю, что он попал в крышу, пробил крышу. И был еще разрыв, наверное, внутри какой-то. Потому что вот, ну, как бы, некоторые парни на вторых этажах, которые спали, ну, по логике, если бы он разорвался на крыше, то все бы пострадали, кто... Да, да, да. То есть, скорее всего, что он разорвался внутри, потому что большинство людей, которые погибли, получили ранение, то есть, они на первых ярусах спали. Индеец, волк, ворон. Это руны скандинавские. Украина, город Днепр, Днепропетровская область. Сестра, да. Передаю привет. Классно, вообще без всякого. Отношение, как к человеку, ну, то есть, нету какого-то предвзятого отношения, как к военнопленному, отношение, вот, как к человеку, которому нужно оказывать помощь, лечение. На самом деле, очень мало слышал, там, в свою сторону каких-то там оскорблений от кого-то это. Ну, в порыве страсти, да, понять человека. Я на это не обращаю внимания, потому что, понимаете, зло запоминается. Вот так вот. А Днепр забывает. С заведующим дала свою личность, позаботилась. Веб. Я был просто пехотинец, я не так давно пришел в полку. Тут приход рядом какой-то был, ну, даже окна, короче, в цеху были окна, они были в Кладаре. И так это, ну, ну, а. И потом, следующий к нам попал в крышу, вспышка, пятый свет. Я собирался уже, ну, типа, с кровати, тут кровать, короче, падает. Ну, в крыше, первое, типа, ну, прилетело. А потом уже, ну, в полу, как будто, как пламя какое-то, оно разлилось, как лава. И, ну, свалился с кровати, со второй этажа, ну, кровать упала. Встаю, пытаюсь встать, я смотрю, у меня рука, привет. У меня массивного ранения не было. Я, как бы, выбежал в трусах, ну, а не, то разогрели. А, да, да, это футболка, вот штаны мне, ну, а, да, тут. Футболка была, спасибо Наталье Александровне, тоже, ну, лично отдала. Ты заведуешь. В отношении очень хорошее, типа, там, знаю, что... Отзываются плохо, нет. Ну, реально, относятся очень хорошо, лечат, типа, никакого, ну, такого, ну, вражды. Тоже Днепропетровск. Родители, мама, брат, девушка. Так что, привет, я живой. Знаю, но оно никак не привязано к моим каким-то взглядам и убеждениям. Тут должен быть рукав, просто в таком стиле. Это квадрат сворога. Это древнеславянский языческий символ. Ну, на руке идут скандинавские руны. Скандинавский символ, скандинавский компас шлем ужаса. Также руны, ворон Одина и черное солнце, древнеславянский. Символ языческий. Ну, возможно, и крестили, но самоличный я не принимал, как бы, веру. И я считаю, что важнее, ну, то, во что веришь ты, в самой Одессе, Марсельская. Где-то год или полтора назад. Ну, у меня контракты еще обува. Как скажут, так и будет. Ну, хотелось бы отдохнуть, конечно. Про капец фамилию. Зовут Дмитрий. Позову меня Элвис. Элвис. Ну, как Элвис Пресли. Ну, обычный вечер, в принципе. Поели, пообщались с ребятами, уложились уже спать. А потом я уже проснулся, вокруг пожар, крики, ну, все друг друга выносят. Собственно, ну, не успел сначала даже понять, что. Честно говоря, даже не слышал. Я проснулся уже просто от суматохи и от пожара. И от того, что падает что-то. Ну, там погибли ребят с моей роты. И офицер с моей роты тоже погиб. Ну, всем, кто меня знает, тому привет. Мама не до меня. Ради папе привет. По-разному. Барменом работал. В торговле работал.